Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Толкуем Писание, читаем его с толком, неторопливо, с порталом экзоге.ру. С вами священник Алексей Волчков. Сегодня поговорим о том, на каком языке говорил наш Спаситель. Итак, каков родной язык, на котором разговаривал со своей матерью, со своим отчимом, на котором думал, которым молился наш Спаситель и Иисус Христос. Вот об этом мы поговорим в порамках нашей мини-лекции на портале экзоге.ру. Вопрос этот является довольно ясным и очевидным и непроблемным для ученых, для лингвистов, для гебраистов, для части библеистов. Но при всем при этом этот вопрос является опутан, окутан разными какими-то неверными утверждениями, стереотипами у большой массы тех, кто работает ежедневно со священным текстом. Это разного рода экзегеты, толкователи, проповедники, пастыры, библисты, которые часто озвучивают не совсем правильные, ненаучные суждения по этому вопросу. Итак, главный тезис моего небольшого выступления, лекции, можно сформулировать таким образом. Христос был евреем, он был семитом, но при этом он не говорил на еврейском языке. Его родным языком был язык арамейский, а точнее один из вариантов этого языка, какой мы узнаем во время сегодняшней лекции. Работая над темой «Родной язык Иисуса Христа», я использовал материалы и статьи и сочинения известного нашего современника, гебраиста, ученого Сергея Владимировича Лезова, общепризнанного специалиста в области гебраистики и особенно арамейского языка. Вообще он себя считает историком арамейского языка и мечтает создать какой-то большой труд, посвященный именно истории этого, не всем нам даже знакомого по названию, одного из семитских языков. Итак, начнем издалека. Начнем с далекой истории, со времен судей, со времен первых царей и скажем такую вещь. В то время, в те времена, действительно, все израильское общество, два царства, и северное, и южное, говорили на еврейском языке, на языке Библии, на языке Танаха, на языке Ветхого Завета. Как можно описать отношение этого языка к окружающим семитским диалектам, говорам, наречиям и языкам? Итак, есть большая семитская семья, которая включает в себя массу языков, которые мы очень часто и не связываем с каким-то общим происхождением. Это и арабский язык, это и языки, которые присутствуют в Эфиопии, это и язык современного Израиля, и много тех языков, которые сейчас умерли, являются языками богослужения, литературы священной, но не более того. Например, это язык сирийский, язык многих христиан, это язык ГС, язык христиан, эфиопов и иудеев, которые обитали на территории Эфиопии, Абиссиния, ну и так далее. Так вот, в этой большой макросемье есть языковые группы. Так вот, одна из этих языковых групп семитских языков называется Ханаанская группа языков. Все мы знаем, что на Земле существуют тысячи разных языков, и вот для удобства их изучения, для удобства выяснения их происхождения ученые группируют их по разным языковым таким семействам, группам или макрогруппам. Одна из таких групп — это семитские языки, и эта группа включает в себя разнообразные обилия языков, которые мы часто не связываем никак друг с другом. Ну, например, язык современных арабов, язык евреев, живущих в современном Израиле, разнообразные и многочисленные языки, на которых говорят до сегодняшнего дня в Эфиопии. Сюда можно отнести также и много языков, которые считаются языками литературными, а не разговорными, или по-другому их можно назвать языками вымершими, на которых никто не разговаривает в магазине, в своем семействе и так далее. И к этим языкам литературы и не более можно отнести, например, язык христиан-сирийцев, сирийский язык, на котором написана большая литература, Исаак Сирин, Ефрем Сирин и прочие святые отцы работали, используя этот язык. Сюда можно отнести язык христиан-эфиопов Г.С., который является языком литургии и богослужения, но не используется такой бытовой народной речи, ну и еще ряд других прочих языков. Итак, в этом многообразии семитских языков выделяют более локальные группы. Одна из них нас сегодня заинтересует в первую очередь, так называемые ханаанские языки. Понятно из названия, что имеются в виду языки народов ханаана, тех, где оказались иудеи, вышедшие из плена египетского. Ну, давайте назовем эти народы. Это, во-первых, народы, находившиеся в За-Иорданье, это такой ханаан в широком понимании этого слова, эдом, муав, аммон, а также и языки тех, кто был соседями евреев, вот, собственно, в ханаане. Разного рода какие-то семитоязычные хетты, язык каких-то амореев, да, вот они были в ханаане, и, видимо, их языком был какой-то один из ханаанских семитских языков. К этой группе часто относят еще и языки гораздо более известные, такие солидные, имеющие большую литературу. Язык Угарита, город-государство, от него остался большой архив текстов и язык, друзья, многие не знают, финикийцев, тех самых, которые основали разные колонии, которые обогнули Африку в те далекие докомпасные времена, которые изобрели консонантный алфавит, которые были прародителями известного Карфагена, где жили известные пунны, это измененное название финикийцев, которые воевали с римлянами в известных пуннических войнах. Так вот, во всем этом многообразии народов, моавитяне, эдомитяне, аммонитяне, евреи, финикийцы и жители Угарита, это вот все была такая группа близких языков. Какая была мера расхождения этих языков друг от друга? Ну вот такой нашел я в литературе образ. Эти языки были похожи очень сильно друг на друга и были взаимопонятны. Можно привести в качестве примера, вот пример взятый из литературы, такой образ мог понять древний еврей, древнего моавитянина так же, как мог понять житель средневекового Новгорода, современного ему жителя города Москвы. Язык был примерно одинаков, были некоторые диалектные различия, были некоторые слова, которые не были понятны обоим разговаривающим сторонам, но в принципе это был язык, который можно было понять вот в такой какой-то простой бытовой речи. И один из этих языков был язык древних евреев, который и оказался основанием, который потом разбился в литературный язык, на котором написан был весь или почти весь Ветхий Завет, еврейский Танах. Называется этот язык библейский еврит, либо библейский еврейский, либо древнееврейский язык. В дальнейшем жизни древних евреев, а точнее их языковая, его языковая компонента этой жизни, оказалась под воздействием окружающих языков. В первую очередь в этом воздействии сыграл так называемый арамейский язык. Или, если быть более точным, еще одна группа, такая это сестра по отношению к хананинским языкам, языкам Ханаана, группа арамейских языков. Так вот, дорогие друзья, современники первых царей Израиля, современники царей Северного и Южного царства, которые обитали к северу от Палестины, к северу от Ханаана, это разного рода государства Сирии, Дамаска, Месопотамии, очень быстро начали говорить на вот этом вот арамейском языке. И в дальнейшем арамейский язык был языком такого общения простого народа и канцелярии имперской во все последующие эпохи. В державах ассирийской, персидской, до этого вавилонской. Ассирийский язык был языком такого народного общения, который понимали во всех концах этих больших империй. И также это был еще одним из языков бухгалтерии, канцелярии, такого имперского делопроизводства. Не случайно одна из стадий развития этого арамейского языка называется имперский арамейский язык. Так вот, начиная с 10 века до христианской эры, арамейский язык оказывает довольно существенное влияние и воздействие на жителей библейского Ханаана, библейского Израиля. Прежде объяснения деталей и каких-то реалий этого воздействия, обстоятельств этого воздействия, поговорим о взаимоотношении ханаанских и арамейских языков. Ну, конечно же, эти языки не были совсем уж идентичными, они были в меньшей степени обоюдопонятными, но различия между ханаанским языками и арамейскими можно, обобщая, огрубляя, популяризируя предмет, прошу меня простить за это, упрощение, можно сравнить с отношением, например, современного русского литературного языка и современного чешского или польского языка, вот нечто, или хорватского языка, вот нечто в этом, в таком роде. Ну, много общих слов, да, если вот сесть с текстом и не торопиться, можно понять, что написано, можно как-то вот базово объясниться, дай мне хлеба, сколько стоит, ну, может быть, и не более того. Но, тем не менее, это были языки родственные, что облегчило очень стремительный переход населения окрестных земель на этот самый язык. Итак, какие же были обстоятельства этого перехода? Ну, конечно же, имеются в виду завоевания. Восьмой век до Рождества Христова падает под ударом ассирийцев. Северное царство. В шестом веке до Рождества Христова такая же участь ждет и Южное царство. Эти царства завоеваны, и их завоеватели, ассирийцы и вивилоняне, говорят на арамейском языке. Начинаются депортации, обмены населения. Кто-то приезжает, депортируется на эти регионы Ханаана, Палестина, Израиля. Местные жители, евреи, уезжают на берега Тигра и Ефрата. Многие там ассимилируют. Многие ассимилируют частично, не совсем. Сохраняют веру, сохраняют свою идентичность и, получается, жертвуют лишь языком. Но вот переход на арамейский язык был довольно таким массовым и всепоглощающим явлением. Ну вот, например, такой случай описывается в Библии, в книге пророка Неемия, извините, не пророка, а книге Неемия. Тот самый Неемия жалуется на то, что половина детей репатриантов, они рождены от смешанных браков. То есть, кто-то брал себе в жены местных жителей, жительниц или наоборот. Еврейки, оставшиеся в Израиле, брали себе в мужья тех, кто говорил на языке нееврейском и мало себя связывал с Израилем. Но итогом всего этого смешения было то, что по-еврейски на языке Исаии, Иеремия, Моисея, литературного Моисея, говорит меньше половины. А говорят все, как написано у Неемии, по-ашдоцки и на языках других народов. Вот такая ситуация. Ну, конечно же, это похоже на нашей реалии. Много кто жалуется на то, что язык портится, люди как-то его модифицируют, меняют. Но для каждого лингвиста это все является процесс и отчасти неизбежный. И не стоит тут особенно философствовать, приливать слезы. Язык меняется, языки меняются, и они заменяются. И тут нет ничего удивительного и странного. Однажды такая замена произошла и в истории древнего Израиля. Библейский ивритский язык, который был однажды языком литературы и разговорного общения, был заменен, был смещен языком арамейским, языком больших империй. Осирии, Павелона, Персии, Селевкидов и так далее. Последний бастион, последняя крепость, которая была захвачена арамейским языком, была сама литературная деятельность евреев, израильтян. Например, в Библии, в Ветхом Завете, в Танахе есть ряд глав книг библейских, написанных на арамейском языке. Он называется библейский арамейский язык. Поэтому, когда мы говорим, на каких языках написана Библия, помимо языка библейского иврита и языка древнегреческого, можно добавить еще один язык, и мы будем корректно точны, в этой добавке, это библейский арамейский язык. Итак, ряд глав книги пророка Даниила, это глава вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и часть главы седьмой написаны по-арамейски. И еще ряд глав книги Эзры, четвертая, пятая, шестая и часть главы седьмой, там вот, как правило, указы приводятся разные, тоже написаны на библейском арамейском языке. В итоге, к моменту Рождества Иисуса Христа, арамейский язык был языком народного общения, семейного общения у древних евреев. И в этом отношении никаких больших вопросов быть не может, никакой тут нет интриги. Родным языком Христа был арамейский язык. Но тут ученые-лингвисты делают маленькую ремарку, уточнение, пояснение. Оказывается, в арамейском языке, который использовался на территории Палестины, уже возникли разные диалекты. И вот об этих диалектах мы находим указания в самом Евангелии. Помните, то самое обличение Петра со стороны челяди первого священника «Речь твоя обличает тебя» указывает на то, что были разные диалекты арамейского языка, один из которых был распространен в Иудее, а другой в Галилее. И вот, живя в Назарете, воспитываясь в Назарете, проживя там основную часть своей жизни, Христос усвоил именно галилейский вариант арамейского языка. Это был его родной язык. У синоптиков есть любопытные такие цитаты, что ли, сказанные Иисусом Христом, сохраненные евангелистами именно на таком арамейском варианте. Давайте вспомним эти цитаты, их всего три. Хорошо бы, чтобы верующие, чтущие Писание, читающие Библию, могли бы сходу эти примеры вспомнить и привести. Например, известное приказание Христа «Девочка, встань! Талитха кум!» Это приказание во время воскрешения или исцеления от болезни тяжелой той самой девочки. Дальше, во время исцеления человека, который был слепой и глухой, звучит приказание «Откройся! Евватха!» Вот что-то в этом роде. Во время своих страданий крестных Христос говорит на армейском языке «Боже ему, почему ты меня оставил?» Это все армейские слова и традиция сохранила эти слова, хотя очень быстро христианами оказываются не аромеоязычные, а греко-язычные христиане. Хотя, впрочем, какая-то была эпоха, возможно, первое поколение христианской истории, когда христиане были аромеоязычные. И вот в традиции сохранились те самые маранафа, то самое маранафа и другие слова, которые имели культовое религиозное значение, но сохранились именно в таком арамейском, арамейском подчеркну, а не библейско-евритском варианте. Итак, первый наш вывод такой, что Христос говорил в своем таком обыденном житии со своими друзьями, апостолами, проповедовал на арамейском языке, на галилейском диалекте этого языка. Дальше. Знал ли Христос библейский иврит? И это есть одна из научных проблем. Но, кажется, этот вопрос можно решить довольно быстро на основании ряда существенных оснований. Итак, наше суждение, а, впрочем, и не наше, а ряда известных ученых, такое, что он знал библейский иврит. Ну вот, например, Христос наверняка получил традиционное образование. Вот, он был научен писанию, он знал, как им пользоваться, он его знал наизусть, мог цитировать. Всем известно, что Таргумы были, но они появляют, Таргум это перевод, точнее, переложение еврейского текста Танаха на арамейские разговорные диалекты на речи, они были, но появляются позже. Вот, во втором-третьем веках христианской эры. Во время Христа Таргумов, кажется, не было. Тогда получается, что он читал в синагоге пророка Исаию на еврейском языке. И, вероятнее всего, ну, точнее, наверняка мы в этом можем быть убеждены, уверены, он знал, что он читал. Он был научен в школе какими-то учителями, это могли быть вполне и фарисеи, вот такие народные учителя, жившие в деревнях простых или городках простых евреев и учившие их законом Моисеевым, законом Божьим. И вот он был научен этой самой грамоте. Дальше ученые предполагают, что все-таки в Иудее и где-то в Галилее были такие села, такие деревеньки, городки, где все-таки сохранялось использование библейского иврита в качестве такого разговорного языка. То есть и разговаривали кое-где, не массово, но разговаривали на библейском иврите и в первом веке христианской эры, как на языке бытового общения. И в этом, друзья, нет ничего удивительного. Когда на маленькой территории, в разных регионах, а точнее даже в соседних селах используются разные языки, вот, и эти языки являются полноценными и такими охватывающими всю жизнь человека. И его мысли, и его быт, и его молитвы, и его литературное творчество. Примеры этого у нас есть в нашей стране, это регионы Кавказа, Северного Кавказа, где люди, мало того, живя в разных селах, говорят на языках даже разной языковой группы, языковой семьи. Индовропейская, какая-нибудь тюркская, кавказская языковая семья. Но более того, они могут знать эти языки с рождения, общаясь с кем-то на рынке, играя с детьми из соседней деревни. Люди осваивают изначально, не как мы, русские люди, один язык, или один с половиной, учая какой-то язык в школе, учая и не доучая его, так, до конца своих дней. А могут эти люди из детства знать три-четыре языка и на них довольно сносно объясняться. Подобный, возможно, был и во времена Христа, и где-то была практика использования бытового библейского эврита, и это облегчало для многих людей, для Христа в том числе, тоже его освоить и нормально этим языком пользоваться в своей религиозной деятельности во время чтения Писания, его комментирования, а, возможно, и в своей молитвенной жизни. Таким образом, наш второй вывод такой, что Христос наверняка был знаком, знал в какой-то мере еще и библейский иврит. Из этого библейского иврита, который существовал в какой-то форме, литературный точно, а, возможно, еще и в разговорной, формируется во II веке христианской эры так называемый еврейский язык мишны, или мишнаитский еврейский язык. Тогда Христос, получается, пользовался прото-мишнаитским еврейским языком. И, наконец, последний пункт нашего разговора, самый непростой. И тут как раз вот есть очень большие споры, и, как правило, ученые отвечают на этот вопрос скорее ответом таким, скорее нет, чем да. Итак, вопрос третий. Знал ли Христос язык греков, язык эльденов? И тут, скорее всего, хочется сказать, ну, а зачем ему было его знать? Или, например, а где он мог этому языку учиться? Мы знаем, что Павел знал этот язык, но он был человеком диаспоры, он жил в окружении греков, и греческий язык был язык его города, Тарса. Тут же Галилея, да, такие довольно, такие деревенские ландшафты, откуда же Христос мог знать язык греков? Но тут есть какие-то суждения или основания для того, чтобы предположить, что он тоже мог его как-то знать, этот язык. Ну, вот, например, археология показывает нам то, и древние авторы показывают нам то, что Галилея была довольно эллинизированным регионом. То есть греков в этом регионе хватало. Были отдельные города, такие колонии, например, можно называть Сепфорис, и Святоградия еще была, где сплошь говорили на языке греческом. И тогда, получается, если Христос был таким вот ремесленником, столером, строителем, тектон, так называется его профессия, он, скорее всего, странствовал, обходил окружающие деревни, города, какие-то были у него заказы. И что мешало Христу, проводя долгое время в каком-то городе, где жили грекоязычные какие-то люди, ну, возможно, они были семиты, те же самые сирийцы. Вот почему? Что мешало ему какие-то азы этого языка тоже освоить, учитывая особенно то, что Христос был открыт людям, и с ними, видимо, хорошо общался, и был таким легким на завязывание разговора. Поэтому, возможно, Христос знал какие-то основы, какие-то элементы и греческого языка, и как-то вот, какую-то находил коммуникацию и с теми язычниками, которые жили в то время в Галилейском регионе. Итак, делаем маленькое резюме нашей мини-лекции, имеющей вводный характер в тему языки, либо языка Христа. Итак, первый наш вывод такой. Разговорным бытовым языком нашего Господа был арамейский-галилейский. Второе суждение, второй тезис. Наверняка Христос был знаком в большей или меньшей степени с библейским ивритом, или, как можно назвать иначе, протомишнаитский иврит времен Иисуса Христа. Третий вывод такой, что есть некоторое количество оснований, чтобы предположить, хотя это предположение довольно шаткое, нетвердое, неоднозначное, что Христос знал и язык греков, язык эллинов. И четвертое суждение бывает, многие говорят, и так выступает какой-то музыкант, какой-то певец, какой-то там архимандрит, и он поет на языке Иисуса Христа. Или вот другое бывает, мы читаем о новостях, открыли деревню, говорят до сегодняшнего дня на языке Иисуса Христа. Так вот, дорогие друзья, это суждение является ненаучным. Да, это вот еще один вывод нашей лекции. В настоящее время ни в одном из регионов Ближнего Востока не разговаривают на языке Иисуса Христа, потому что нигде не сохранилось в неизменном, в таком вот затвердевшем, каком-то зафиксированном виде того самого галилейского, арамейского, который был родным языком нашего Господа. Такого нет. Да, есть разного рода новоарамейские языки, и на них говорят, это регион Южной Турции, там такой есть регион Турабзин, но это языки довольно сильно отошедшие, изменившиеся, это языки живые, они меняются, и поэтому в этих деревнях, где живут христиане, не говорят на языке Иисуса Христа. Потому что языка Иисуса Христа в настоящее время не сохранилось, до нас он не дошел. Хотя, впрочем, язык Иисуса Христа может быть назван таковым языком отчасти, в некоторой степени, язык современного Израиля. Потому что современный иврит, он сильно связан с библейским ивритом, а библейский иврит таким был языком, который был знаком нашему Господу. Заканчивая наш разговор, хочется призвать слушателей этой лекции, православных христиан, к такому действию. Это очень духовное действие, которое вызывает в нас одновременно очень хорошие чувства, восхищение, радость, радость познания, радость диалога. И одновременно рождает нас чувство смирения. Что я имею в виду? Значит, дорогие друзья, учите языки. Потому что многими языками владел, пользовался наш Господь. Мы часто имеем некоторое отношение презрительное к так называемым гастарбайтерам. Выходцам из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. И хотя мы не знаем, что эти люди, а это правда, владеют с рождения больше, чем одним языком. Два, три, четыре языка – это для них норма. И поэтому в этом отношении эти люди заслуживают нашего такого уважения или хотя бы интереса по отношению к ним. В наше же время русские люди, как правило, владеют лишь своим языком в той или иной степени и еще что-то из школьной программы. Ну вот, видите, во времена Библии жители Ханаана, жители Израиля Библейского поступали иначе и знали одновременно много разных языков. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Не болейте. Помощником нашим в нашем разговоре является портал экзоги.ру. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Спасибо за внимание.